здравствуйте дорогие друзья в эфире очередной выпуск программы разговор о медицине и сегодняшняя наша тема называется артрит и артроз в чем разница у нас сегодня в гостях замечательный доктор ревматолог главный штатный специалист по ревматологии приводского федерального округа заведующего ревматологическим отделением ульяновской областной клинической больницы виноградова ирина борисовна здравствуйте здравствуйте ирина борисовна ну вот наша тема сегодняшняя да вот как я уже сказал артрит и артрозы ну вообще давайте вот сразу начнем с того что насколько заболевания суставов распространены у нас и в ульяновской области может быть в целом скажите по россии насколько они распространены ну могу конечно назвать и конкретные цифры вот заболевание остео артрит мы сейчас переходим на новую на номенклатуру европейскую и уже не будет называться это заболевание остео артроз и еще раньше как врачи кто работал в двадцатом веке был термин дегенеративно-дистрофический что очень как бы людей шокировал да поэтому сейчас мы переходим на европейскую номенклатуру и вот это заболевание которое присуще людям второй половины жизни называется остео артрит есть этому научное обоснование но я думаю что терминологическое вот это углубляться нам в терминологию может быть не совсем правильно сейчас я постараюсь дальше рассказать об особенностях которые отличают одно заболевание от другого и как вести себе человеку с тем или иным поражением суставов что касается статистики то есть такие данные что каждый третий человек старше 50 лет имеет симптомы остео артрита каждый второй старше 70 лет имеет симптомы остео артрита и каждый старше 80 лет имеет симптомы остео артрита поэтому это Это достаточно распространенное заболевание. По статистике, если взять государственную регистрацию заболеваний, в Ульяновской области около 45 тысяч больных остеоартритом. Но это не вершина айсберга, потому что регистрация или подача талонов иногда чуть-чуть запаздывает от истинного количества пациентов. Например, если человек пришел с гипертонией на прием к участковому терапевту или семейному врачу, а у него есть еще и симптомы поражения суставов, то по степени опасности для жизни регистрируется гипертоническая болезнь. Тем не менее, количество пациентов растет. Должна сказать, что если в 2002 году было зарегистрировано 10 тысяч пациентов с этим заболеванием, то к 2019 году это четырехкратный рост. Это наблюдается не только в нашем регионе, это наблюдается по всей стране и даже в мире. И надо сказать, что Всемирная организация здравоохранения в 83 странах проводилась исследование, и людям задавали вопрос, что больше всего влияет на их качество жизни. И оказалось, что на первом месте, конечно, ментальное здоровье. Второе – это нарушение восприятия зрения и слух. И на третьем месте, по важности для людей, это способность двигаться и себя обслуживать. То есть заболевание опорно-двигательной системы на третьем месте по значимости людей, именно по данным Всемирной организации здравоохранения, их опрос. Сейчас термин такой прижился – аутоиммунные ревматические заболевания, ARZ их называют, да? Не ОРЗ, а вот аутоиммунные. И к ним относятся ревматоидная артрит, системная красная волчанка, спондила, артриты. И склеродермия тоже, да? Ну да, сюда же и системная склеродермия, и системные воскулиты. А вот заболевания – это опасные болезни, которые требуют лечения мощными, опасными даже иногда препаратами. Как вы называете, базовая такая терапия должна быть, да? Базисная, да. Базисная. И генноинженерная даже, то есть созданная с помощью инновационных технологий. А вот основная масса людей страдают именно так называемым ревматизмом околосуставных мягких тканей. То есть у каждого почти водителя машины болит плечо. Или у каждой женщины, которая моет окна, у нее болит локтевой, окололоктевого сустава. Хочется сказать, у кого этого не было. Да. Поэтому, как говорит наш главный ревматолог России, академик Насонов, суставы болят у всех людей, и задача врача – помочь пациенту разобраться и не пугаться, если это невинное состояние, и не упустить время, если требуется начать лечение мощными современными препаратами. Тогда вот что должно, прямо вот вытекающее из вашего рассказа, замечательно, да? Что должно насторожить пациента, человека, да? Вот именно со стороны суставов, чтобы он пошел к врачу? Что вы должны сподвигнуть к этому шагу? Да, спасибо. Очень конкретный вопрос. Значит, первое важное состояние – если ваши суставы болят утром, когда вы проснулись, еще не делали никаких физических усилий. А уже боль есть. Да, уже боль есть. Это вот первый симптом, который должен вас насторожить. Дальше, если боль в суставе сопровождается его припуханием, и если это припухание именно в суставе, они просто ноги в жару отекают, как у многих женщин, да? Третье, если это симметричное поражение суставов на руках. Для мужчин в Великобритании для врача общей практики поводом для назначения к ревматологу на консультацию – это боль при рукопожатии. Вот если вам больно здороваться, когда вас… Сейчас, правда, в пандемию ковида мы уже отвыкли здороваться, но тем не менее, если рукопожатие вызывает боль, и это повторяется изо дня в день, то это тоже повод для визита к ревматологу. Ну, и если заболевание суставов, боль в суставе сопровождается общими симптомами – температурой, похуданием, какими-то кожными высыпаниями. И что еще очень яркий симптом – это утренняя скованность, то есть когда утром трудно сжать кисть в кулак, и это длится более 30 минут. Вот так бы я охарактеризовала состояние, когда нужно обратиться сначала к врачу общей практики, а потом уже вас направят к ревматологу. А вот болезнь суставов всегда считалась, что это все-таки болезнь так более приклонного возраста, ну, пожилого, скажем, да? Сейчас все-таки это изменилось, тенденция или нет? Вот уровень жизни сейчас немножко другой, такой стремительный. Ну, опять-таки мы… Давайте сейчас разделим заболевания на две группы. Одна – это аутоиммунные ревматические заболевания, о которых мы говорили вначале. Так вот здесь эта группа болезней поражает трудоспособный возраст. Там дебют может быть вообще в молодом. Средний возраст заболевших ревматодным артритом – это четвертое десятилетие жизни. И, то есть, это расцвет трудоспособного возраста. Если говорить о системной красной волчанке, то здесь вообще женщины еще более молодые заболевают в среднем. Если взять группу спондилоартритов, сейчас огромные успехи достигнуты в ранней диагностике этой группы болезней. Это анкилозирующий спондилит, артрит, осложняющий псориаз, и артрит, осложняющий воспалительное заболевание кишечника. Так вот здесь этой группе подвержены мужчины как раз, да, и тоже это второй, третий десятилетий жизни. Конечно, в 30-40 лет люди, может быть, иногда избегают визитов к врачу в силу занятости, может быть, там необходимости работать интенсивно, да. Но всегда нужно, есть выражение парацельса, любое заболевание лучше выявить, лучше поддается лечению в ранней стадии. Поэтому окно возможности, когда мы можем максимально помочь, и когда лекарства действуют максимально эффективно, это все-таки первый год болезни. В России мы вот отодвигаем этот срок в силу наших расстояний, менталитета, занятости какими-то другими проблемами, кроме здоровья. Потому что в Европе уже давно они сузили срок обращения за медицинской помощью от 7 дней до 3 месяцев. Несмотря на то, что обеспеченность, например, врачами-ревматологами в Германии или Великобритании не намного выше, чем в Российской Федерации. И очень еще ценно сказать, что чем раньше, да, то есть как для любого другого заболевания, да, получается, чем раньше стадия, тем лучше, да? Да. Тем более сейчас мы внедрили те методы, которые уже широко используются рубежом. И в наших федеральных центрах, в столичных городах ревматологическая служба Ульяновской области оснащена всем необходимым. То есть мы можем поставить диагноз сейчас в первые месяцы болезни. Потому что для диагностики ревматоидного артрита внедрена ультразвуковая диагностика суставов, совершенно достоверные признаки ревматоидного артрита в самые первые недели болезни. Далее. Лабораторные тесты – это антитела к циклическому цитрулинированному пептиду, которые выявляются в крови больных даже за 10 лет до развития симптомов. Поэтому если уже у человека есть симптомы, то, конечно, и он придет к специалисту, и доктор назначит этот анализ, то мы можем ставить диагноз до того, как произойдет деформация суставов. В первые, ну не часы, но по крайней мере недели болезни. Далее. Для диагностики анкилозирующего спонделита сейчас тоже у нас все есть. Количество магнитно-резонансных томографов настолько сейчас доступно, и существуют бесплатные квоты для обследования пациентов, потому что не нужно дожидаться, когда позвоночник превратится в неподвижный бамбуковый столбик. А вот выявление на МРТ воспаления в крестцово-подвздошных суставах и позвонках позволяет выявить этот диагноз. И самое главное, сейчас есть препараты, которые позволяют предотвратить превращение позвоночника в бамбуковый столбик. То есть не переходит стадия в другую? Да. Уважаемые слушатели, только пожалуйста, нужно знать, какую зону скелета позвоночника или крестцово-подвздошных суставов нужно исследовать на МРТ. Конечно, это подскажет специалист. Потому что бывает досадно, когда приходят с юношей родители, и у них сделана другая зона, и приходится делать повторно. Хоть это исследование и настолько вредно, как рентгенография, но все равно это и финансовые затраты, это и время, которое идет до постановки диагноза. Поэтому убедительная просьба магнитно-резонансную тогмографию проводить, если вы еще не знаете, чем вы болеете, то провозить после визита к врачу. Да, очень ценно. Потому что правильно у пациента могут быть и субъективные ощущения этой боли, она может и радиировать из любого отдела. А вот вы сказали тоже, что это своеобразный аппетит, это получается как маркер заболевания, то есть этиологию саму хватает. Да. И надо сказать, что здесь, если мы коснемся профилактики, потому что все-таки уже есть какие-то наметки на профилактические меры, уже, наверное, пять лет стало научному ревматологическому сообществу понятно, что причина аутоиммунного ревматического заболевания, такого как ревматоидный артрит, это токсины табака, и не только активное курение, но и пассивное. И второй тяжелый фактор, который, к сожалению, в Российской Федерации просматривается, это воспаление парадонта. Потому что микробы, которые живут в воспаленных десневых карманах, они приводят к развитию локального иммунного ответа в слизистой оболочке полости рта. И потом, если у человека есть ген определенный, то вот этот локальный иммунный ответ переходит в системный. Поэтому профилактика, что нужно, чтобы не заболеть ревматоидным артритом? Нужно снимать зубной камень два раза в год. То есть, посещать парадонтологию, получается. Элементарный прям такой совет. И второе, это вот все-таки мы должны предпринять все усилия, чтобы искоренить курение или свести его к минимуму. Есть данные по Швеции. То есть, шведские ревматологи посчитали, что если вся Швеция бросит курить, то у них исчезнуть на половину или на две трети уменьшится количество ревматоидного артрита. К сожалению, сейчас курящих очень много. И поэтому вот такой тяжелый фактор риска, как вот, не прослеживается. Наши пациентки, многие не курят, но они подвергаются пассивному курению в семье, на лестничной площадке, по выходе из транспорта, по выходе из супермаркета. Поэтому вот на это надо направить усилия. И человек, у которого в семье есть больные ревматоидным артритом, мама или бабушка, конечно, не должны курить ни в коем случае. И вот эта рекомендация по зубному камню и посещению парадонтолога, она должна быть просто обязательной для всех и особенно для родственников больных ревматоидным артритом. Это позволит избежать развития заболевания. Вот вы сказали про курение, алкоголь, то же самое, да, вот если взять даже, например, там подагрический артрит, да, подагра, это же сейчас очень распространено это, да, потому что, ну, питаться стали лучше, что же там говорить, да, ну, в том плане, что мясные продукты, да, изобилие сейчас, и там, и некрепкие алкогольные напитки, да, тоже сейчас, к сожалению, так, да, все-таки злоупотребление ими идет, да. Вот как по поводу этого, что вы можете сказать? В 2019 году Институтом ревматологии, нашим федеральным центром, была сделана попытка проанализировать, сколько же пациентов подагрой в нашей стране. Попытка не увенчалась успехом, к сожалению, потому что наши статистические программы настроены так, что это заболевание, ну, не учитывается. Это действительно веяние времени, потому что раньше, когда-то, в 20 веке или в начале этого века, действительно, это были единичные больные. Сейчас вот самый молодой пациент с подагрой, ему 28 лет. И, конечно, он выглядит старше своего возраста, конечно, у него за плечами вот встреча с рюмкой достаточно регулярная. И там, на самом деле, и боль, и все, да, то есть, включение движения. Да, и атаки, и артрита, и действительно, его путь к правильному диагнозу был чуть дольше, потому что у врача общей практики, ну, не сложилось впечатление такое, что в 28 лет и уже подагра. Поэтому, конечно, ну, для диетические ограничения и отказ от алкоголя, это в большей степени все-таки рекомендация для пациентов подагрой. Для больных другими аутоиммунными заболеваниями, ведь алкоголь токсически действует на печень. Причем в любых дозах. В любых дозах, да. И те препараты, которые спасают ваши суставы, в сочетании с алкоголем, могут быть непосильной нагрузкой для вашей печени. Для больных остеоартритом, тут надо помнить о том, что алкоголь – это колоссальный источник энергии. И те люди, которые стараются похудеть, но есть ли у них пиво регулярно или алкоголь другой, более крепкий, в силу вот этого источника энергии похудеть не удается, потому что алкоголь является источником энергии. И поэтому, если какой-то пациент с остеоартритом, с возрастным заболеванием, где ему не требуется каких-то мощных препаратов, и если он снизит индекс массы тела, он уже будет чувствовать себя лучше даже без лекарств. Поэтому вот отказ от алкоголя, на мой взгляд, нужен всем категориям больных ревматическими заболеваниями. А вот остеоартрит или остеоартроз, да, вот заболевание, все-таки вот я про двигательную активность, рекомендована она все-таки и в каком количестве? Или все-таки тут индивидуально прям надо каждый подход? Да, здесь правило такое. Мы все-таки будем говорить об остеоартрите опорных суставов, коленных и тазобедренных. Да, да, коленных и тазобедренных. Физическая нагрузка нужна. Она нужна для укрепления мышечного корсета вокруг сустава. Самым оптимальным методом является скандинавская ходьба. И очень отрадно, что уже в парковых зонах, вот зимой и ранней весной, сейчас все-таки меньше из-за ковида, в парковых зонах нашего города появились люди с этими шведскими палочками. Потому что дозированная ходьба – это очень здорово. Гимнастика другого рода тоже должна делаться, но она должна делаться лежа и сидя. Есть некоторые апологеты некоторых там видов физического развития, где практикуются упражнения в приседе, в упоре на коленях. Все-таки федеральные наши центры, институт ревматологии предлагают такие методы гимнастики, где нет прямой нагрузки на опорные суставы. То есть упражнения должны делаться лежа и сидя, а вот прыжки, приседания, упор на коленях при поражении этой суставной группы нужно избегать. Если вы все-таки любите заниматься игровыми видами спорта, например, футбол, баскетбол, вы привыкли с молодостью заниматься этим или лыжи, то, пожалуйста, оденьте защитные наколенники. Они одеваются на 2-3 часа для того, чтобы защитить сустав от травмы. Кроме того, ну вот йога, тут очень такой сложный вопрос, потому что иногда поза лотоса или какие-то другие асаны, которые используются в йоге, если суставу от этого больнее, то значит, это сустав вам сам просигнализирует. Есть в европейских рекомендациях гимнастика тай-чи, но пока ассоциация ревматологов не одобрила для применения в России, то есть нет достоверных данных, что вот это упражнение тай-чи помогает. Поэтому вот нужно обратиться к специалисту лечебной физкультуры, или ревматолог вам даст комплекс упражнений, или обратиться к специалисту, вот как я уже сказала, по лечебной физкультуре. И на мой взгляд, я глубоко убеждена, что полезнее заниматься дома на коврике 20 минут каждый день, чем раз в месяц вспомнить и пойти в модный спортзал, и там полтора часа прыгать, и потом после этого болеть. Да, совершенно верно. Еще момент такой хотелось бы осветить, потому что многие пациентки приходят к ревматологу с жалобами на боль в коленных суставах после того, как им подарили велотренажер. Потому что действительно крутить педали, да еще и с нагрузкой, это прекрасно тренирует сердечную мышцу, но это может быть манифестацией вашего возрастного заболевания коленных суставов. Поэтому покупать ли велотренажер или дарить ли его в подарок своим знакомым, ну вот подумайте, посоветуйтесь, потому что подарок он должен быть с пользой. Ирина Борисовна, а вот вы немножко уже так похвалились, что есть новые методики, все-таки обследование, их большое разнообразие, и в этом плане у нас в Ульяновской области мы можем даже гордиться, что у нас есть такое базовое ревматологическое отделение, оно одно из лучших. И вообще, если взять так, в Петровском федеральном округе, я просто знаю и отзывы, и пациентов, и медиков. Ну скажите, а вот методики обследования и методики лечения, что бы вы еще могли вот так вот перечислить, что действительно разработано, может быть, в нашем отделении ревматологическом, или, может быть, даже где-то в содружестве с каким-то там, может быть, регионом, да? Ну что это действительно действует, дает действительно эффект, и вы можете этим вот гордиться? Ну, насчет разработки методов, это, конечно, мы не замахиваемся, наша задача внедрить то, что существует в Российской Федерации. Уже отработано, может быть, даже годами, да? И не опоздать с внедрением, потому что лечиться должны все люди одинаково, независимо от того, где они живут, там, в Николаевке или в Москве. Да, это вот я свою задачу вижу именно так. Чтобы все методы современные, которые есть в федеральных городах, чтобы они были внедрены у нас. То есть, доступность и качество? Да. То есть, должны быть независимы? Из самых современных методов лечения аутоиммунных ревматических заболеваний это так называемые генноинженерные биологические базисные препараты. Чтобы не путать их с биологическими добавками, да, иногда, ну, сейчас уже все поняли, что это совершенно разные вещи. То есть, это моноклональные антитела, которые нейтрализуют вредные вещества в организме в самом центре их возникновения, то есть в зоне сустава. Применение этих препаратов в Российской Федерации началось в 2002 году. В Ульяновске первые пациенты получили такое лечение в 2005 году. И прорыв колоссальный был в 2014 году, когда Ульяновская областная больница начала оказывать высокотехнологичную помощь. И был внедрен однодневный дневной сценарь для того, чтобы больные могли получать вот эту волшебную капельницу или волшебный укол каждый месяц, не завися от каких-то там условий финансирования. И главное, не завися от того, есть у него группа инвалидности или нет. Потому что с 2005 по 2014 год доступ к этим препаратам фактически имели только инвалиды по заболеванию суставов, которые сохранили право на дополнительное лекарственное обеспечение. Ну, из достижений нашей ревматологической службы Ульяновской области могу только сказать еще такой факт, что с 2008 года мы участвуем в многоцентровых международных исследованиях новых лекарственных препаратов. То есть, наряду с клиниками Соединенных Штатов, Германии, крупных городов России, Санкт-Петербург, Москва, пациенты из Ульяновска имеют возможность лечиться инновационными препаратами, у которых пока еще даже нет названий, есть только номера. И на моей памяти препарат, который исследовался нами с 2008 по 2014 год, сейчас уже применяется, у него есть названия, и больные лечатся им успешно, прекрасно улучшая свое здоровье. Ну, еще, Ирина Борисовна, Вы сказали, тоже подтвердили, что очень важно первичное звено, да? Я точно знаю, что Ваши специалисты, Вы сами тоже иногда выходите в первичное звено с беседами, с какими-то лекциями такими, да? Именно вот для специалистов, для терапевтов, для врачей любых там других специальностей, да, может быть, там хирургического профиля и других там узких специалистов. И рассказывайте, да, вот об этих вот как раз на залогах, да, которые, чтобы врачи уже были, как бы, ну, настораживались, да, потому, чтобы вот на ранних стадиях именно вот определять эти болезни, да? То есть Вы это делаете, работу проводите? Конечно, в содружестве с Ульяновским университетом, его медицинским факультетом, ну, по меньшей мере, три раза в год проводятся курсы повышения квалификации для врачей общей практики, где обязательно включены темы по ревматологии. Лекции имеют колоссальный интерес. Конечно. Всегда задаются дополнительные вопросы, вот. И были даже ситуации, когда пациент приехал на консультативный прием и сказал, что моя доктор приехала с учебы и, значит, вызвала меня и измерила сантиметровой лентой. То есть вот для того, чтобы вовремя диагностировать анкилозирующий спондилит или это заболевание в нашей стране известно по имени, под названием болезнь Бехтерева, да? Для того, чтобы рано диагностировать, не только нужен магнитно-резонансный томограф, но можно и просто провести пациенту измерение определенных отделов позвоночника и определенных движений для того, чтобы поставить диагноз. Надо сказать, что профессора Института ревматологии в 2014 году они объехали всю Россию и были в Ульяновске дважды. Причем это делалось по субботам, вот в свободное время. И они обучали наших врачей, сначала ревматологов, а потом мы обучали терапевтов. И вот как раз это дало такой выход потрясающий, что мы выявили в три раза больше пациентов с анкилозирующим спондилитом в тот год по сравнению с обычной такой рутинной практикой. И сейчас уже сантиметровая лента, к ней привыкли и пациенты, и врачи, потому что вначале были такие шутки, я что к вам пришел пиджак шить, вы меня измеряете, я пришел к вам лечиться. Поэтому вот сантиметровая лента в руках ревматолога, пожалуйста, не пугайтесь и не шутите. Это действительно инструмент дешевый, простой, но который позволяет надежно заподозрить или подтвердить даже анкилозирующий спондилит и спондилит другого генеза. Вот так. Ну еще вот многие болезни суставов, я до сих пор, вот такое суждение у меня, что многие болезни суставов и системные заболевания, они как-то вот один раз вот увидел, да, вот именно клинический, да, вот пациента с такой нозологией, и ты все, ты на всю жизнь запомнишь. Даже вот если взять, мы перечисляли, сколько там, не знаю, склеродермии, там, да, ремотоидный артрит, да, и так далее. То есть действительно вот пациента увидишь, и уже диагноз на всю жизнь запомнится такой. Ну я бы здесь немножко с вами поспорила, потому что сейчас мы должны и обязаны ставить диагноз в ранней стадии. Когда... Причем точно ставить. Да, то, что вот вы описали картину, конечно, с пациентом с тяжелой склеродермией, или там с ревматоидным артритом многолетним, который может быть не совсем адекватно лечиться. Ну да, я имею в виду на более поздних стадиях, когда уже видишь проявления такие, что они невооруженным глазом как бы видны, да. Таких пациентов, конечно, запомнишь. А на ранних стадиях, конечно, это надо сразу прям диагноз ставить. Да, здесь не обойдешься без дополнительных методов лабораторных, инструментальных, конечно. Конечно, когда увидел уже там кисетный нос, или вот эти вещи, или бабочка на лице, конечно, там запомнишь на всю жизнь. Я просто помню это еще с студенческой поры, потому что я тоже проходил, помню, интернатуру клиническую, и тоже на базе рематологического отделения. И на самом деле вот такой, ну, какой-то у меня такой в памяти такой красочный очень, потому что такие пациенты, прям, ну, классических, видел пациентов, которые запомнили на всю жизнь. Ну, я совершенно с вами соглашусь, вы правильно говорите, да, абсолютно, что чем раньше, как и любое другое заболевание, чем раньше поставил стадию, да, чем раньше поставил, она даже и не стадия, а еще самый, как бы, продраммальный период. Ветболезнь, да. Самый, да, вот. И от этого уже получается не то, что лечение, а будет, как бы, даже профилактическая такая, да, будет работа проведена. Совершенно верно. Ну, еще должна сказать, что для ускорения диагностики или подбора лечения мы широко пользуемся современными методами, вот, электронными. На базе нашего, опять-таки, федерального центра, Института ревматологии, есть телемедицинский центр, где мы можем загружать те же МРТ, можем загружать рентгеновские снимки, можем отправлять там выписки для совета. Да, естественно, это защищенный канал. Как консилиум такой уже идет. Да, да. И вот можно онлайн с профессорами общаться. То есть для этого существуют все условия для того, чтобы мы могли приблизить московских профессоров, их знания к нашим ульяновским жителям. Ну, это очень здорово. Ну, и в заключении программы, может быть, Елена Борисовна, что-то пожелали бы нашим телезрителям в плане здоровья суставов именно, сбережения суставов? Ну, я бы, конечно, пожелала всем избежать тяжелой формы ковида. И надо сказать, что ковид не щадит в том числе и суставную симптоматику, и кожную. Поэтому, пожалуйста, все-таки носите маску и мойте руки, потому что действительно про это заболевание мы еще знаем не так много, как про аутоиммунные ревматические заболевания. И если уж касаясь той же темы, да, то есть коварство этого вируса еще и в том, что почему-то некоторые препараты для, вернее, понятно уже стало почему, некоторые препараты для лечения аутоиммунных ревматических заболеваний помогают, спасают от тяжелой формы ковида. Позитивно прям влияет, да. Поэтому вот давайте все вместе спасаться от ковида, и, конечно, берегите свои суставы. И если как-то они вас подводят, то обращайтесь своевременно к специалисту. В нашем регионе есть квалифицированные врачи, которые всегда готовы вам помочь. Да, а врачи первичную звена знают, когда направить и кому нужно направить. Спасибо большое, Ирина Борисовна. Ну что, вот сегодня такой у нас очень интересный, я думаю, продуктивный разговор получился. Берегите себя. До новых встреч. Ваш доктор Смирнов. Смирнов.